Приветствую вас. Я думаю, что шанс, конечно же, есть, что он заинтересован в отношениях, ну, просто потому что всё возможно. Вот. Я думаю, что если отвечать на ваш вопрос коротко, то показателем серьёзных отношений, вообще отношений, потому что такого понятия как серьёзные отношения нет, показателем отношений является интерес человека к внутреннему миру другого. То есть это некий такой, знаете, если угодно, эротизм, когда человек помимо секса, как у вас, интересуется ещё и внутренним миром, духовным миром человека. Вот. Именно это, пожалуй, и является показателем отношений. Поэтому, эээ, как показать, да? Отвечая на вопрос, как показать. Эээ, мне кажется, что лучше всего вам будет просто общаться с ним на какие-то темы, интересоваться его тем же бизнесом, то есть говорить о том, что ему важно. Вот это, пожалуй, то, что вы можете сделать. Это, пожалуй, эээ, как бы единственный способ для вас, да? Если мы не говорим про манипулятивные модели поведения. Вот. Для вас это единственный способ продемонстрировать, что вы, эээ, хотите, эээ, значит, чего-то больше. И либо человек вам ответит, эээ, воинностью, либо, соответственно, нет. То есть либо он будет также интересоваться вашим, ээ, внутренним миром, либо, соответственно, нет. И в таком случае можно утверждать, что, ну, у вас с человеком отношения не получится. Вот. Эээ, серьезных отношений, как я уже говорил, не бывает, потому что у каждого человека свое понимание серьезности. Кто-то считает серьезные отношения одни, кто-то считает серьезные отношения другие. То есть здесь, как бы, эээ, не стоит. На этом взять внимание, Мария. Эээ, что касается того, что вы не знаете, чего хотите, и того, что вы не уверены в себе. Ну, здесь можно только предполагать одно, можно сказать точно, что эту проблему вам нужно решать самостоятельно. Эээ, без участия мужчины, потому что он не может и не должен за вас это решать. Ага, пока что, ну, я могу предположить самый банальный страх отказа. То есть вы боитесь, что он вам откажет. Эээ, потребность защиты, то есть нежелание нести ответственность за себя, соответственно, потребность переложить на мужчину, ответственность за свою жизнь. Вот. И, эээ, как бы, ну, наверное, все. То есть, может быть, еще страх одиночества, но это, и одиночество как никогое, но это не точно. То есть, как бы, здесь, ээээ, вот здесь, конечно, нужно исследовать. Вот. Эээ, ну, в принципе, все. В принципе, все. То есть, как бы, история такая, на мой взгляд. Эээ, вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить. Эээ, потому что с женской моделью поведения у вас все в порядке, ээээ, сексуальность у вас тоже все в порядке. Вот. А тут нужно просто, вот, больше духовному аспекту уделять внимание. То есть, если хотя бы вы просто в постели будете разговаривать, то есть, эээ, просто, ну, в постели, значит, заниматься чем-то кроме секса, что это вообще будет, в принципе, достаточно. Ээээ, я думаю, что, вот, вам нужно спросить себя, почему вы хотели узнать, что между вами. Я думаю, что вам нужно спросить себя, почему вы думаете о нем, и почему вы хотите быть с ним, проводить свое время, думаете о нем. Вот что за этим стоит? Тогда очевидно, что здесь вы хотите свою потребность в чем-то удовлетворить. Очевидно, что здесь вы хотите, эээ, для себя чего-то. От каждого. Эээ, это, конечно, ээээ, ключевой момент. Ну, не перекладывайте ответственность, эээ, за свои противоречия на машину, потому что это его оттолкнет. Не ожидайте, что он изменится. То есть, не ожидайте, что даже если у вас будут отношения, что он перестанет гореть бизнесом, потому что уверенный в себе человек бизнесом гореть не перестанет. вам начнет будет разделить в таком случае его цели, его приоритеты, его ориентиры и т.д. Если вы не можете, если вы считаете, что человек не должен гореть бизнесом, то есть вот не должен, например, вести себя так, как он себя ведет, вот, то это уже вопрос вашего выбора. Но выбор этот, эээ, он, эээ, в норме обладает, эээ, сознательным характером, сознательным качеством. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.